Сегодня у нас с вами розлив пятната, розлив домашнего и гристого. И в этом ролике я расскажу все тонкости и подводные камни этого процесса. Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству. И виноделю зовут меня Светлана, я белок по образованию, виноградарь и виноделку призванию. С нами все это понятно и доступно. Сразу говорю, что тонкостей и нюансов много, мы уже с этим столкнулись на практике. Сегодня мы будем делиться нашими практическими наработками. Ну, кому это не надо, кому это сложно, скучно, там еще что-то не нравится, не знаю, ветер за окном. Я снимаю тогда, когда у меня есть на это время, тогда, когда есть на это возможность. Если вам это не надо, опять же, не нравится, никто не держит дверь открыта. Но мы начинаем. Для начала давайте с вами вспомним, что такое деревенское шампанское, что такое пятна. Это, по сути, недоброд, залитый в бутылке, укупоренный, и вся газа сообразуется за счет последующего брожения. Что нам для этого нужно? Нам надо, чтобы там, в сусле, которое мы разливаем, был некоторый остаточный сахар. Мы потом поговорим, как его рассчитать и поговорим о некоторых нюансах. Вообще, очень много физики, очень много, и даже если мы все правильно считаем, то результат может варьировать, потому что нюансов, повторю еще раз, очень много. Когда начинаешь в это вникать, когда начинаешь читать технологические книжки, то волосики начинают шевелиться, там огромные трехэтажные формулы и все остальное. Мы, конечно, стараемся все упрощать, да, и я вам многие вещи рассказываю, то, что мы уже опробовали на практике. Значит, первая сложность – рассчитать остаточный сахар. Я вам это расскажу. Вторая сложность – смотрите, вот это сусло, оно у нас мутное. Вот, смотрите, оно мутное. На самом деле, мы основной розы сделали вчера, а то, что было уже ближе к дну, мы слили в отдельную емкость и поставили в прохладное место еще на сутки отстаиваться. Ну, видите, все равно оно у нас получается мутным. Предыдущие годы я все оклеивала. Я все оклеивала и разливала в бутылке практически идеально прозрачно сусло. В этом году мы решили воспользоваться ферментами для того, чтобы не заниматься оклейкой, потому что там тоже есть нюансы, вот через пару минут расскажу. Но ту цель, которую я хотела достичь, я не достигла. Все равно, видите, оно мутное. Вопрос в дозировке фермента. Может быть, ну, все-таки было тепло, да, слишком тепло. Фермент работает при 15 градусах. Может, я что-то сделала не так. То есть свою функцию вообще-то фермент выполнил. Нам легко было присылать, да, сукодача была лучше. Но в плане осветления, да, результата не получилось. Ну, мы запускали опять же брожение, потому что мы работаем без серы. То есть, может, брожение повлияло, еще что-то. Я не буду говорить, что фермент плохой. Ну, это, скорее всего, моя недоработка. Но, тем не менее, вот сусло у нас получилось такое мутное. И таким мутным мы его и будем разливать. А теперь смотрите, как считать остаточный сахар. Повторю еще раз, нюансы есть. И даже если вы полностью последуете моей инструкции, какие-то вещи вы можете не учесть. То есть я вас просто предупреждаю. Значит, если нам надо классическое шампанское, то там добавляется 22 грамма на 1 литр. И мы получаем давление, там, по-моему, 6,5 бар. И это классическое шампанское. В 15 давлении, в принципе, меньше. Создается раз. Во-вторых, у нас там есть определенное количество углекислого газа, который уже перейдет в бутылку. Значит, несколько лет назад, вот первые пятнаты, которые мы делали, я нашла английскую статью. И там были расчеты. Я вам, кстати, оставлю ссылку на статью на нашем сайте. Там это все есть. Я это все рассказывала и приводила. Значит, по-хорошему нам надо 8 грамм сахара на литр. Если мы, например, будем пользоваться рефрактометром, ориометром, да, 8 грамм, это вот 0,8 деление в рефрактометре. При этом мы помним, что там уже есть спирт, и четких параметров мы не увидим. То есть четко мы рассчитать не можем. При этом, вот несколько лет назад, я в расчетах ошиблась, и я разливала, когда у нас было, наверное, там 3 или 4 брикса. Да, 3 или 4 процента сахара. Я разлила, и была шикарная газация. Как я проводила расчеты сейчас? Я проводила расчеты так, чтобы у меня где-то 2 процента сахара оставалось. Итак, смотрите, как проводятся расчеты и чем измеряются. Если у нас маленький поплавок, виномер сахаромен, то нам надо там 1-2 процента сахара, чтобы оставалось. Но опять же, надо понимать, что у нас вот сусло сейчас, оно бродит, и, соответственно, вот этот углекислый газ, он этот поплавочек будет выталкивать. И значения будут не совсем точными. Можно использовать рефрактометр. Я использую рефрактометр, как считаю я. Начальный уровень сахара я умножаю на коэффициент спиртообразования. И в данном случае я использую больший коэффициент. То есть умножаю на 0,6, получаю потенциальный спирт. По специальной таблице, по вот этой, я смотрю. Вот это количество спирта, сколько мне покажет БРИКС. И, соответственно, все, что выше этого значения, это будет значение остаточного сахара. Опять же, понятно, что оно чуть-чуть колеблется, но я где-то оставляю 1,5-2 БРИКСа, чтобы у меня было в запасе. Все, на этом уровне будет розлив. Вот мы правильно рассчитали хорошо сахар. У меня сусло мутное, и оно еще достаточно активно бродит. Соответственно, давление в бутылке может создастся больше. И вот когда у нас активное такое бродящее сусло, то, в принципе, можно и даже 1 БРИКС оставлять, потому что есть нюансы. Как я уже говорила, в предыдущие годы я сусло оклеивала практически до прозрачного, подбирала дозы желатина. Тоже там нет точной цифры. Каждое сусло индивидуально, и каждому индивидуально все это подбирается. Но у меня получалось оклеивать вот прям практически до прозрачного. В принципе, когда мы оклеиваем сусло, мы уносим часть питательных веществ, часть дрожжей, мы еще снимаем периодически с осадка. Это технология, которая используется при производстве асти с пуманты. И в таком случае, если у нас практически прозрачное сусло, мы можем оставлять сахара несколько больше. Не 1-2%, а даже 3-4-5%. И смотрите, еще какой нюанс. Здесь сейчас активная пена, брожение идет активно. Соответственно, давление в бутылке создастся большее, и оставлять сахара можно меньше. А вот здесь оно практически закончилось. И даже если сахар здесь будет 2-3% остаточный, это подвал, поэтому не пугайтесь. Здесь освещение плохое, если кому-то покажется что-то сусло страшное. Нет, оно нормальное. Так вот, при такой ситуации, да, даже там 2% сахара. Даже чуть больше уже могут обратить. А в бутылке не очень хорошо. Ну, а вот здесь, опять же, самый такой подводный камень, что мы не можем посчитать, сколько дрожжей у нас осталось. И тут как бы чисто интуитивно, вот так или не так. Конечно, есть еще один вариант. Это нам полностью выбраживать, сусло оклеивать, да, и добавлять сахарную разводку и дрожжи. Ну, в принципе, классический метод шампанского, да, только если мы вот это первое сусло поставили раньше, то мы это можем там через месяца-два, например, в конце августа поставили, в сентябрь, в конце октября, даже у нас еще где-то виноград может висеть, чтобы сделать дрожжевую разводку. Ну, мы можем поставить на газацию. Опять же, хозяин баре. Как чего делать? Ну, мы говорим про пятнатый, про вот розлив именно такого недоброда. Смотрите дальше. Какие бутылки использовать? Можно использовать вот такие бутылки с бюбельной пробкой. Вообще-то они достаточно тонкие и держат не очень большое давление. Но из вот нашей практики, когда давление превышает, то просто пробка его стравливает. Правда, кто-то из вас писал, что использовали такие квадратные, и у них дно полулетало. Но вот в круглых, по крайней мере, мы не сталкивались. То есть оно просто стравливается. Ну, и можно использовать бутылки от игристого. Мы используем их повторно. И мы используем под кронин пробку. Здесь вот на горлышке такой ободок. Смотрите, такие бутылки, они тоже бывают разные. Они бывают из-под легких игристых, которые выдержат меньшее давление. Бывают от таких ядреных, от кавы, от креманов, от шампанска. Там берешь в руки и понимаешь, что этой бутылкой можно самозащищаться. Она такая тяжелая, и она хорошо держит давление. То есть какие бутылки использовать? Опять же, вы смотрите сами. Вот когда надо быть наиболее осторожным, если это бродящее сусло. Вот активно бродящее, как вот у меня сейчас, да, оно с пенкой. Вот там лучше посмотреть, еще подождать, и дождаться чуть меньше сахара. Если оно такой пенки еле-еле остаточный, сахар есть, но тоже бывает, мы с этим сталкивались, когда у нас газация была очень слабенькая, и вот как раз-таки этой самой газации не хватало. К сожалению, вот так. Через пару минут расскажу нюанс, как немножко можно подстраховаться и защититься. Дальше. Когда мы заливаем в бутылке, мы заливаем не под горлышко, мы заливаем примерно под поясок. Ну вот так вот. В этой бутылке это будет вот так, чтобы опять же было какое-то пространство для углекислого газа. И ставим бродить в прохладное место. Опять же, смотрите, если вы сомневаетесь, вот вы вроде бы разлили, вот у нас нет времени больше ждать. Все. Здесь более-менее нормальная остаточная сахара, да, оно активно бродит, мне нет времени осветлять. Вчера основную партию разлили, это осадки. Вот они разольются сегодня. Но вы сомневаетесь, да, что может они там вот что-то пойдет не так. Ставьте бродить в холодное место. Вообще оптимально это 15 градусов. Ну, в принципе, можно даже и 10, и 8. И вообще бродить оно должно медленно. Даже если у вас сахаров там мало, даже если оно не очень бродит, а вы поставите в тепло, то там дрожжи могут работать слишком быстро. И опять же, вот углекислый газ, его содержание может быть одинаковое. Ну, он по-другому растворяется в жидкости. При низкой температуре он в ней растворяется больше. И давление создается несколько меньше. Ну, соответственно, наоборот. Поэтому в прохладное-прохладное место. Если вот в чем-то сомневаетесь, да, то можно там и 10 градусов, и даже 8, оно там прекрасно будет дображиваться. Дальше смотрите, когда оно отбродит в бутылке, там выпадет осадок. Вот это я вам показываю 15 прошлого года. Я вам говорила, да, что я вот разлила его. Практически прозрачно. Да, и осадок там на дне. Он минимальный. Вот какая красота получилась. Здесь, кстати, из газации все получилось классно. Да, вот такой красивый чистонапиток. Этот, конечно же, такой не получится. Там будет большой осадок. И мы решим. Либо мы от него избавляемся. На некоторое время помещаем бутылку вот в такое положение. Вращаем, вращаем. Сгоняем осадок на пробку. И от него избавляемся. Тоже на канале есть отдельный ролик по ремюажу и догаржажу. Ну, либо принимаем, что нам этот дрожжевой осадок жить не мешает. Да, и мы будем пить с ним. Опять же, это вы решаете сами. Единственный нюанс. Смотрите. Если вы решите снимать с осадка, то возьмите одну бутылку какую-нибудь. Просто откройте, попробуйте. Посмотрите, какое там давление. Я обычно как делаю? Я заливаю вот в такие бутылки. И у меня даже вот такие есть маленькие. Совсем такие маленькие, 375. Заливаю пару бутылочек маленьких для пробы. Да, вот это тоже удобное, маленькое для пробы. Объясняю почему. Еще раз напоминаю, что очень много физики в процессе. И если мы не попали в эту физику, то у нас могут быть сюрпризы. И, допустим, вы все сделаете, осадок сгоните на пробку. Даже вроде бы охладите хорошо, а потом может быть такой фонтан. Вот мы в прошлом году столкнулись. Я все сделала правильно. Там был вообще классический метод. Я правильно рассчитала сахар, но мы не пользуемся культурными дрожжами. Мы взяли просто свежее сусло туда добавили. И дрожжи там, видно, были очень активные. Им очень все понравилось. В итоге вот такая бутылка, когда она открывалась, даже из морозилки на грани замерзания пол бутылки вылетала напрочь. А когда я решила одну бутылку, она у меня стояла вниз, сняется осадка. Я снимаю обычно в кастрюльке с водой. У меня тоже там все очень красиво взлетело. Поэтому попробуйте на одной бутылке, тогда будете понимать. И если вам интересно, что делать в случае перегазации, еще бутылки там не рвутся, да, там давление на самом деле нормальное, но очень много вот этих шипучих свойств. Вот если вам интересно, напишите в комментариях, я тогда смонтирую ролик, то есть, что мы делали в таком случае. Я сняла, но есть ли смысл возиться с монтажом, если там 2-3 человека будет смотреть, ну, сами понимаете, мое время, оно тоже ограничено. Еще смотрите, для того, чтобы вот не было таких шипучек-шипучек, при розливе в бутылки добавляют бентонит. Но если вот мы добавляем бентонит, то понятно, что потом только догаржаш. Все-таки с бентонита надо снимать. Не, можно снимки, ну, что там страшного, ничего, да. Но лучше делать догаржаш. При этом вот в прошлом сезоне то, что осветлялось, вот эта партия получилась идеальна, а другая партия я оклеивала бентонитом, и вроде все красиво оклеилось, когда мы разлили в бутылки, ну, в общем, там газация была минимальная. И совсем получилось такое неинтересное. Опять же, ну, это можно исправлять, но, понимаете, открывать каждую бутылку, там, не одолевать, опять закупоривать. Не совсем. То есть бентонит, он уменьшает шипучее свойство, да, но с ним тоже надо аккуратно, и тут только опыт подскажет, использовать его или нет. Вот, смотрите, вчерашний розгляд, да, вот уже как и всегда от дрожжевого сада. В принципе, как вариант, если не возиться с оклейками нищем, то можно раза два просто снять с осадка. Да, перелить. Пару дней отстоялось. Еще перелить, чтобы дрожжей было чуть меньше. Теперь, смотрите, еще показываю. Одно было я на классную штуку. Когда я начала работать с грейстами, я ломала голову. Как нам померить давление в бутылке, не залазя внизу. Есть приборы, которые продаются, но суть их в том, что они пробивают пробку, и там как-то трясти надо. Эта бутылка, короче, проблема. не очень решаема. И вот, знаете, когда посылаешь что-то во Вселенную, какой-то запрос, я позволю себе тут немножко поболтать, то Вселенная дает тебе ответ. И познакомилась я с одним замечательным человеком, который придумал, не знаю, он ли придумал, это не важно, но сделал вот такую штуку. Это афрометр. Я уже как-то показывала его в ролике формата шорт, что вот готовимся к сезону. Кто-то спрашивал, африканцев мерить? Да, африканцев мерить. Значит, смотрите, что он позволяет нам делать. Он нам позволяет измерять давление в бутылке в режиме онлайн. Вот у нас вчера стрелочка вот эта чуть-чуть сдвинулась, да, сколько там, где-то 0,4 бара давления на сегодняшний день. То есть вот эта вещь нам позволит узнать, да, когда давление достигнет нужного уровня и достигнет ли. Ну, мы вообще будем понимать, что происходит в нашей бутылке. Если нам иметь хотя бы одну такую штуку на партию, то, ну, в случае низкого давления, да, не критично, а вот в случае высокого давления, если мы будем видеть, что оно нарастает быстро, что мы можем охлаждать вплоть до того, что сейчас осень и там на улице будет холодно, да, не обязательно уже погреб, у кого-то какие-то холодные неотопленные пристройки, и если мы видим, что давление растет слишком быстро, значит, мы перемещаем в еще более и более холодное место. то есть мы можем среагировать как-то вплоть до того, что если оно там доходит до каких-то слишком высоких уровней, значит, ну, совсем-совсем охлаждает, ну, не знаю, в емкости с льдом. Ну, вариантов много. Так же, было бы желание, да, варианты придумать можно. И контакты Евгения, которые сделал вот эту чудную штуку, вы увидите на экране. Это не реклама, это всего лишь дружеский обмен информацией. Итого, краткий итог. Розвив проводим на одном-двух процентах. Желательно сусло хотя бы немножко оклеить, если есть на это время. Сильная оклейка может несколько помешать. И обязательно потом сбраживать в прохладной температуре, чтобы у нас меньше было всяких сюрпризов. Ну, конечно, я надеюсь, что ролик был вам полезен. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку «Еще», ссылка на другие полезные видео, ссылка на плейлист по домашнему виноделию, ссылка на каталог наших сортов и награда и наши контакты. И до новых встреч! Продолжение следует...